Всем огромнейший привет! Вы попали на канал Себя на чемоданах. Меня зовут Славян. Я вот тут оставлю свой инстаграм. Подписывайтесь, если хотите за нами наблюдать, так сказать, в прямом эфире в реальном времени. Потому что выпуски на ютубе все равно выходят с небольшой задержкой как минимум на один день. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Сегодня хочу с вами просто поговорить и ответить на те вопросы, которые вы задали под последними выпусками, которые я посвятил Турции. Совсем скоро, а именно уже через несколько дней мы отправляемся в Турцию своим ходом на самолете без туроператоров. Купили билет в один конец. Летим в составе 5 человек. Это я, Настенька. И у нас трое детей. 6-4 года и 2 месяца самому маленькому. Мы отправляемся в Турцию на неопределенный срок. Единственное, что у меня заканчивается паспорт в начале апреля. И как решить этот вопрос мы пока еще не придумали. Возможно, если нам это все понравится, нас все устроит, я один слетаю, получу паспорт, вернусь. Либо мы все вернемся, попутешествуем здесь по России, подождем паспорт, а потом опять куда-нибудь вообще улетим в другое место. В общем, как будет, я не знаю. Поэтому обязательно нажимайте на красную кнопочку, на колокольчик, подписывайтесь, будьте вместе с нами. Канал плавненько растет и развивается. И у нас 100% интересно. И да, на нашем канале уже создался плейлист, ребята, он так и называется, Турция своим ходом. Я снял несколько выпусков на эту тему, как мы покупали билеты, куда мы изначально летим, как мы подыскиваем жилье и, по-моему, что-то еще. В общем, залетайте, посмотрите. И под этими выпусками прилетело много-много вопросов и я выбрал несколько из них и хочу с вами их обсудить. Итак, первый вопрос, друзья, от вас. Вы будете квартиру скидывать или вы ее продолжите снимать? Я хочу напомнить, что квартиру в Краснодаре, а мы сейчас живем в Краснодаре, мы снимаем, арендуем, арендуем, типа как аля в долгую. Но посмотрим, насколько это все затянется. Мы сюда заехали в конце мая этого года и вот, собственно, столько здесь уже живем. Этот вопрос написали как и в Инстаграме, так и на Ютубе в комментариях, так и, в принципе, наши все знакомые и друзья тоже задают нам этот вопрос. На самом деле, мы сами несколько раз садились за, так сказать, за круглый стол и думали, что нам делать с квартирой? Может быть, все вывезти на какой-нибудь склад и пусть это все там хранится? Либо снять квартиру поменьше, чтобы платить меньше? А потом сели и так подумали, блин, у нас шикарная квартира, у нас прекрасный ремонт, у нас очень хороший район, у нас очень развитая инфраструктура и нас в этой квартире, в этом районе устраивает, ну, вообще абсолютно все. То есть, нет смысла отказываться от нее, чтобы сэкономить там какие-то деньги. Ну, представьте, как-то в Турции сложилась неправильная ситуация, нам нужно вернуться, либо срочно вернуться. Сейчас у нас, так сказать, мир непостоянный, да? И куда возвращаться, если квартиры не будет? На склад, снова бегать, искать жилье, снова готовить котлету, надо будет заплатить за первый, за последний, возможно, где-то риэлтору. Зачем? Вот она есть, как говорится, жрать не просит, пусть будет. Ну, зачем выхватывать новый геморрой? К тому же, Настенька говорила, блин, а что, вот все равно платить, вот это просто так, как бы в пустоту. Я говорю, стой, подожди, давай представим, что у нас ипотека. Вот ты же ипотеку не возьмешь вот так вот, не отдашь, как будто, типа, все, забыли. Нет, тебе все равно нужно будет платить. Поэтому давай мы ее оставим, представим, что это ипотека, и если вдруг что-то сложится не по нашему плану, то мы просто вернемся, нам будет куда вернуться. Вернуться в качество, вернуться в хорошо и вернуться, вот, как сказать, в свое удовольствие. Кто не видел, что у нас за квартира, не видел, в каком районе мы живем, я ссылочку оставлю в описании под этим видеороликом. Зайдите, посмотрите, возможно, кайфаните, а, возможно, пишите свое мнение или какую-нибудь гадость в комментариях. Ну, к сожалению, такие есть. Следующий вопрос, надолго ли вы в Турцию на зимовку или вообще там... А, кто-то написал, я надеюсь, вы не останетесь там на всю жизнь. Ну, смотрите, давайте так, что у нас нет концепции в нашей картине мира где-то остановиться и где-то жить. То есть мы вообще такой вариант не рассматриваем. Мы очень любим переезжать, очень любим каждые 3-4 месяца, раз в полгода менять место жительства. Ну, нам это очень нравится. Мы очень любим переезды, очень любим менять картинку, чтобы не постоянно из окна был один и тот же вид, а сменить его на другой. Были горы, сменили на город, был город, сменили на море и так далее и тому подобное. Ну, мы так живем, нам так нравится. Надолго ли мы, я уже говорил в начале выпуска, да, что вот у меня заканчивает паспорт и как там что будет, я не знаю. Там вроде в Турции можно находиться 90 дней, но 60 дней без выезда. И если потом куда-то выехать, опять заехать, то еще можно 30 дополнительных. Либо можно сделать ВНЖ на год или на два и вообще там не париться. Но опять-таки у меня заканчивается паспорт. Как что будет, я не знаю. Поэтому, как мы планируем, ноябрь, декабрь, январь там, дальше мы посмотрим. Вот, будет видно, друзья. Я думаю, что к этому вопросу мы тоже больше возвращаться не будем. Далее. В Турцию как пускают, какие сейчас правила въезда? Ну, смотрите. Как говорится, пока не поедешь, полностью досконально не узнаешь, собственно. Об этом мы, естественно, тоже все снимем. Будем снимать, как прилетели, будем снимать, как и что, как такси пустят, не пустят. Самим, как говорится, страшно, да, и едем без путевки туда. Понятное дело, что туроператором ты купил путевку, у тебя все там, как говорится, схвачено. Ты приехал, встретили, там, по-любому пустили, проводили, все как бы хорошо. А тут летишь своим ходом и, по сути, да, хрен его знает. Как что будет. Но мы как изучили, смотрите, при въезде в Турцию не нужен сертификат о том, что ты вакцинирован. Туда нужно просто за 3 дня, то есть 72 часа, сдать, не позднее сдать этот ПЦР-тест, чтобы он был, естественно, отрицательный. Вот. И все. И с ним отправляешься. По прилету туда, я так понял, что сдавать ничего больше не нужно будет. Вот, собственно, один ПЦР-тест и все. Здесь у нас стоит в среднем от 1000 до 2000. Нам нужно сдать будет только двоим. Детям сдавать не нужно. Единственное, что когда обратно мы будем возвращаться, если картина не изменится, да, так сказать, в России, в мире, точнее в России, то нам нужно перед вылетом сдать в Турцию, как бы турецкий, да, получается, ПЦР, и потом по прилету нам нужно будет еще раз сдать в России и загрузить его на госуслуги. Вроде как так. Ну, посмотрим, возможно, что-то изменится. Все, по сути, больше ничего. Ну, естественно, загранник нужен всем. Мы вот ездили в Подольск, чтобы к Мирону сделать загранник сделали. Сделали, кстати, не нового, а старого образца. Смысл нету, он же растет. У него уже там фотография, которая была, он вообще не похож. Я не знаю, как границу будем проходить. И, собственно, особо все. Ну, сейчас по следующим вопросам будет понятно. Вот следующий вопрос. Страховка, да? А типа вы будете страховаться? А нужно ли страховаться? А где страховаться? И так далее, и тому подобное. Все, что связано со страховкой. Да, мы же, когда летим через туроператора в Турцию, у нас там включена страховка обязательно медицинская. И она какая-то, кстати, беспонтова. Потому что, когда мы летали, у нас заболел тогда Родион, и мы хотели, уже в день вылета, мы хотели обратиться к доктору. И в итоге там какая-то странная, что нужно было что-то 30 евро еще доплатить просто доктору за то, чтобы он его как бы осмотрел. Вот. Мы, короче, не стали вникать. У нас уже был рейс. В итоге мы так, а, ладно, типа, и как бы улетели обратно домой. Здесь же другая ситуация, да? В принципе, по сути, если вы напуганы чем-то, либо переживаете за что-то, то вам, конечно, если вы собираетесь в Турцию ехать, то лучше, конечно, сделать сейчас страховку сразу на всех членов семьи и отправиться спокойной душой в Турцию. Ну, опять-таки, смотрите. Мы же едем на неопределенный срок. Сколько мы будем в Турции, не знаю. Месяц, два, три, год, неизвестно. К тому же, я узнавал Сбербанковскую страховку, я сразу отодвинул. В Альфа, это и в Альфа-страхование тоже там есть какие-то, короче, прелести жизни, поэтому я тоже отодвинул. И как, в принципе, это ни в коем случае, друзья, не реклама. Это просто как бы я пользуюсь. Мне очень нравится и Банк Тинькофф, и все сферы, которые с ним связаны. Я загуглил, значит, Тинькоффскую страховку, и у них получается, смотрите, я специально даже с ними списался в чате и уточнил, а я могу ли сделать там страховку через приложение, если вдруг у меня возникнет вот такая ситуация, что, допустим, там кто-то из нас там заболел, нужна там срочно помощь. Она говорит, да, заходите в приложение, либо нам звоните, оформляете полис, и все, и обращаетесь уже по страховому случаю. Единственное, что меня смутило, и я как бы недопонял, я ее спросил, а нужно будет делать, ну, к примеру, ребенок, нужно будет делать только на ребенку, на ребенка страховку, или еще и на родителя. Что она мне ответила, что нужно делать сразу всем членам семьи. Я говорю, а зачем, если только у него страховой случай. Она говорит, ну, типа, вы же все едите туда, в Турцию, значит, надо на всех это будет оформить. Я говорю, ну, как бы, окей. Что касается по ценам, да, сейчас я вам быстро расскажу. Смотрите, так, страховка в поездке. Здесь у них страхование в путешествии, медицинская страховка включает лечение ковид за рубежом, подходит для любых вистер, тата, ну, это ладно, понятно. Дальше нажимаем продолжить, выбираем, куда мы едем, Турция, продолжить, и выбираем числа. Вот самое интересное, что нужно выбрать числа, да, вы же можете сделать ее на неделю, можете на месяц, можете на два, можете на три, смотря на сколько едете. Поэтому мы ее не будем делать здесь. Вот мы туда поедем, не дай бог, что мы сделаем. Вот, а так просто смысла в этом нету. Но в целом давайте добьем, к примеру, там, с 12 по 26 ноября, то есть на две недели, да, к примеру. Продолжить. Дальше тип покрытия. Спокойный отдых, активный отдых, опасные виды спорта, профессиональный спорт. Ну, вот, собственно, чем вы бы хотите заниматься. Ну, окей, спокойный отдых, да, это самое дешевое. И дальше есть пункты страховая сумма. Максимальная сумма, которая покроет полис при страховом случае. 30, 50, 100 евро, 40 долларов, 50 долларов, либо 100 долларов в долларах. Вот если, допустим, нажать там на 500 евро, то, естественно, будет дороже. И вот, в принципе, сумма 800, если, допустим, давайте по максимуму считать, 100 тысяч евро, это 1000 рублей на две недели будет стоить страховка. Также есть дополнительные здесь всякие сборы, страхование, бакожане, сейчас на случай отмена поездки, медицинская помощь при алкогольном опьянении, утере документов, юридическая помощь, гражданская ответственность, фототехника, спортивное оборудование. Вот, все, там, если, допустим, это не нужно, нажимаем продолжить, и все. И дальше добавляем всех участников. Все, страховка оформляется беспроблемно, то есть смысла нет никакого ее оформлять на материке, ну, лично для нас. Поэтому я думаю, что я вам ответил на этот вопрос, мы просто приедем, если вдруг что-то случится, не дай бог, то мы оформим полис, и все, и будем обращаться. Дальше вопрос, есть ли детские педиатры в Турции? Слушайте, ну это же большая, огромная страна, причем у меня медицина, как я наслышан, нормальная, хорошая и качественная. Если там есть живут дети, живут люди, то, естественно, там есть педиатры. Но, опять-таки, моя личная рекомендация, первое, обрести себе какого-нибудь верного друга, который педиатр, и на крайняк ему всегда можно обратиться, да, там, ну, чтобы у вас был какой-то свой врач, который может как дать определенный совет. Либо, ну, из другой стороны, что-то у вас случилось, у вас нет такого знакомого, господи, ну зайдите на какую-нибудь площадку, там, профиру, там, Авида, какую-нибудь такую, Юлу, наберите педиатра и обратитесь, там, пришлите видео, соединитесь по видеосвязи, заплатите ему немножко денежек, и он вас проконсультирует. То есть в этом вообще ничего сложного нет, я, в принципе, не понимаю, зачем этот вопрос. Все можно решить онлайн, все можно решить на расстоянии, и переживать за что-либо, ну, нет смысла, не нужно просто лезть в пепел, там, в горящий огонь, и так далее, и то подобное, и все будет у вас хорошо, не нужно, там, ребенка отпускать одного купаться, там, и забить, там, либо, вот, как в страховке, пьяная, ну, не надо бухать просто, там, там, до потери пульса, и все, и все будет нормально. Поэтому, ну, педиатр однозначно есть, но, опять, да, я рекомендую обзавестись своим личным, чтобы у вас не возникало никаких вопросов. Вакцину делали ли мы? Вот, тоже нам постоянно задают этот вопрос. Друзья, ну, пока на самом деле, как правильно выразиться, не поджали с этой темой, вот, прям так жестко, чтобы бежать быстрее, колоть себе непонятно что, ну, мы не делали, и пока не планируем, и, скорее всего, не будем, учитывая, что помелькнула новость, что, мол, типа, все ограничения будут жесткие, пока 80% населения не привьется, то, окей, пусть 80% населения прививается, а мы тогда будем топать в этих 20%, ну, это наша позиция, вот, я надеюсь, лично для нас она правильно. Нет какой-то необходимости даже путешествовать в какие-то мощные страны, иметь какую-то прививку, причем, наверное, в большей половине мира нашу прививку пока нигде не принимают, поэтому толку от нее нету. В Европу с ней нельзя, в Америку с ней нельзя, в Канаду, по-моему, тоже нельзя, ну, как бы, особо никуда нельзя. Ну, и мы плюс такие, что еще, как говорится, ничего толком не видели, нам достаточно пока ближлежащих городов, куда требуется просто отрицательный ПЦР-тест. Вот и все. Вот, друзья, это основные вопросы. Кто не смотрел выпуски про билеты, там, про жилье и так далее, я уже говорил, ссылочка в описании, смотрите. Этот данный видеоролик поддержите лайком, комментарием, репостом в своей социальной сети, это все очень сильно помогает в развитии канала, и, конечно, я лично каждого за это всегда благодарю. Если вдруг у вас еще появились какие-то вопросы, то, конечно же, пишите и задавайте, и, возможно, я через какое-то время еще сниму такой выпуск. Надеюсь, что этот выпуск тоже был максимально для вас полезным, больше вы тоже так сидите, сидите так-так-так, а может быть, действительно, тоже улететь куда-то, и пока из этого дурдома, который здесь творится. Ну, вот мы как бы именно так и решили сделать. Надеюсь, что все сложится, все будет хорошо. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами в ближайшие дни, в новом видеоролике. Все, всех обнял, всем пока.